привет ребятки я вот только-только выпустил обзор на dark glass адам и мне товарищ сергей к очень резонно подметил что я напрасно не обратил внимание на приложение dark glass suite потому что таким образом я упустил некоторые полезные функционалы этой педали собственно поэтому я ее скачал это делается элементарно на сайте dark glass electronic ну то есть в google убивайте тупо dark glass suite вот она общая на все их соответствующие девайсы для винды для mac os качаем устанавливаем и запускаем вот такое и это вот такое приложение ну соответственно у нас прибор сейчас подключен по usb он нас включен у нас вот сопряжается с программой и вот нас такая вот программка открывается здесь мы можем добавить вы видите но есть редуктор шумодав дополнительно это кстати обновление с последней прошивкой стоки его не было и тут мы значит выбираем кабинетики и вот эти кнопочки это у нас разные крайность пресета который мы потом будем крутить на педальки можем выбрать любые кабинеты на выбор из представленных если нас не устраивает стоковые разные микрофоны плюс у каждого микрофона еще будет под но не у каждого значит короче некоторых микрофонов можно выбрать даже точку где именно этот микрофон снимал звук для наших импульсов вот например раз можем это выбрать положение можем такое положение так ну все это удобно все это элементарно все это понятно потом что-то еще есть интересного переходим здесь настройки и вот одна из моих жалоб на прибор блат том что у нас три выхода имеет внутри на три выхода однозначно один тот же звук так вот здесь оказывается это можно изменить то есть вот на xl у нас есть выбор нормальный либо звук байпасе если нам нужно просто как диай сухой безо всякой обработки вот и выходы стерео который левый правый тут тоже мы можем выбрать нормальный либо байпас либо без капсима либо без дисторшенс капсим ну то есть видите то есть все таки мы можем здесь на разные выходы назначить разный звук и с одного выхода допустим втыкаться в кабинет без без эмуляции кабинета с другой другого выхода втыкаться в в линию с эмуляции кабинета можем даже яркость точек сейчас жаль я не могу показать как это выглядит но это работает так миди мэппинг это как мне тоже подсказали то что это нужно для внешнего управления то есть когда у нас там забит по миди она сама включает там вовремя такие или иные пресеты но я с этим не работал никогда не берусь об этом что-то говорить и вот собственно вкладочке есть dsp у нас есть режим актив пассив но по сути это просто если у нас скажем вас пассивных с каким-нибудь слабеньким выхлопом то мы можем включить здесь пассивный режим и это просто сделает так скажем добавить чувствительности нашему ходу чтобы наш вас звучал погромче в принципе я вот обзор писал на пассивном басу шектере с емджей зи проблем с этим тоже нет никаких вот собственно здесь мы можем настроить компрессор атак релиз если нас если нам это нужно опять таки если нам не хватило тех настроек что были у нас вот одна из моих главных претензий что драйв слишком уж лютый мы не можем его никак сделать меньше вот у нас по умолчанию мы везде идет так но мы на самом деле оказывается можем для каждого пресета здесь сделать минус и тогда он минимальное положение ручки драйва будет звучать гораздо мягче гораздо легче ну или соответственно 5 верхнюю планку мы тоже можем понизить если мы ни в коем случае не хотим вот от той жести что я показывал перегруз выкручивать и так это делается для каждого отдельного пресета то есть также мы а нет стоп а да это у нас забить короче так с перегрузом понятно и вот еще момент то что мы копсим можем сделать не как но по умолчанию перед блендом можем сделать и после бленда то есть чтобы нас и на чистый на перегруз на все вместе вешалось кабинет эмуляции опять-таки я в мануале например то ли я читать не умею то ли просто этого не там не указано но здесь это можно сделать и две разные настройки под эколайзер что это такое я не совсем понял как мне показалось на работа примерно практически одинаково но может там еще какие-то фичи есть плюс опять-таки от приложения для множества разных приборов то есть это у них не только адам еще другие примочки там у них немножко по-другому будет все это выглядеть немножко по-другому будут функции останавливаться и плюс еще скажем можно сделать не только на компьютер можно приложение поставить она там смартфон планшет и управлять вот этой всей фигней по bluetooth у короче если уж вы купили такую штуку или собираетесь купить дичайше рекомендую поставить это приложение потому что с ним действительно функционал расширяется действительно он исправляет некоторые такие вещи которые присутствуют в приборе из коробки можно то есть тонкость построить так что вот